Снижение смертности среди жителей Ненецкого округа. Этот вопрос стал главным на встрече Координационного совета по здравоохранению. Как решили повышать качество медицинских услуг и какие задачи поставили перед врачебным сообществом члены Координационного совета в материале Любови Пермяковой? Лидирующую позицию в структуре смертности среди жителей Ненецкого округа занимает смертность от болезней системы кровообращения. Это инфаркты и инсульты. Чтобы снизить смертность от этих заболеваний, члены Координационного совета предлагают окружным врачам усилить работу по профилактике болезни, проводить качественную диспансеризацию, использовать современные эффективные методы, такие как тромболитическая терапия. Тромболитики – это лекарственные препараты, обладающие способностью растворять тромбы, а также использовать в работе современные коммуникационные технологии. Медицинские учреждения, которые находятся отдаленно, территориально, телемедицина дает большие возможности. Как мы делаем с каратайкой? У нас сформированы группы диспансерного наблюдения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У нас оговорены сроки, в которые доктор мне предоставляет информацию. Мы ведем отбор пациентов для планового обследования у кардиолога, для направления на высокотехнологичную помощь. Но это, скорее всего, исключение из правил. Я хочу призвать всех коллег пользоваться имеющейся у нас возможности для качественного диспансерного наблюдения жителей нашего округа, которые находятся в достаточно удаленном расстоянии. Еще одна причина смертности – онкология. Наибольшее количество пациентов с онкологией выявляется на поздних стадиях. Чаще всего это сельские жители. Чтобы изменить ситуацию, предложено закупить за счет средств окружного бюджета специальные тесты, позволяющие в короткие сроки выявить наличие онкологических заболеваний. Также департамент намерен усилить контроль за качеством, проводимой в регионе диспансеризации. Кроме болезней кровообращения и онкологии, большой показатель смертности жителей НАУ от воздействия внешних факторов. По словам заместителя начальника управления здравоохранения, одним из главных внешних факторов является смертность в дорожно-транспортных происшествиях. Мы полностью достигли среднемноголетних значений. У нас на сегодняшний день смертность составляет 3 случая, или это будет почти 10 промиллей. То есть у нас идет превышение плановых показателей по дорожной карте. То есть на сегодняшний день уже можно говорить о том, что дорожную карту мы по данному показателю не выполняем. Смертность в результате ДТП, отрицательный вклад, работа медицинских организаций не вносит абсолютно никакого. Все пациенты, которых, грубо говоря, мы смогли доставить в больницу, которые попали в больницу, не получают квалифицированную помощь, при необходимости транспортируются в медицинские организации третьего уровня. То есть у нас все смерти происходят на месте происшествия. Еще одна причина смерти трудоспособного населения – это болезнь органов пищеварения. Здесь доминирующее положение занимает болезни печени, возникшие в результате злоупотребления алкоголем. Ведущую роль в предотвращении смерти от этого недуга, по мнению врачей, играет наблюдение хронических больных в течение года. Несмотря на ряд факторов, влияющих на смертность, в этом году в Ниньцком округе отмечается положительная динамика. В первом квартале этого года смертность была 11, то уже как результат нашей работы по итогам полгода смертность снизилась до 9. На сегодняшний день по показателям Ниньцкий округ входит в пятерку лидеров по стране, где наблюдается естественный прирост населения. У нас продолжает сохраняться рождаемость на высоком уровне. Родилось за 7 месяцев 446 детей. По предварительным данным за 8 месяцев 517 детей. На конец года по планам при сохранении темпов рождаемости, такими, какими они сейчас есть, у нас планируется рождаемость 775 детей. Что родится 775 детей. По официальным данным территориального отдела Федеральной службы госстатистики ПАНАУ, за 7 месяцев 2016 года естественный прирост населения составил 207 человек.